всем привет друзья с вами карабаш 74 и сегодня мы с вами посмотрим на очередную модификацию для игры с пентайроса перед этим я хотел вам сообщить в общем я решил проблему с обе сам просидел на форуме прочитал все люди сидят еще до сих пор мучаются ждут какие-то фиксы хуиксы я не стал ничего ждать я сделал ход конем и в принципе у меня все получилось вот там мне вчера чувак один написал иностранец как можно сделать но я не стал конечно так заморачиваться я сделал еще проще вот в общем пор за у нас теперь цепляется и стримы по ней в ближайшее время начнутся естественно мы переходим непосредственно да кстати сегодня на твиче начнутся стримы по hitman который последний который новый все части кроме последней 5 выкуплены но я думаю что на первый там день нам хватит и этих пяти четырех точнее а пятую я докуплю уже в ходе так сказать событий вот итак при переходим непосредственно сегодня у нас на обзоре это dodge charger мать его 1969 года поехали вот она эта халупа стоит не знаю уж кому она будет нужна но она есть по моему это хлам полный но это опять же моя личная точка зрения у него горят только ну собственно у него же должно вот эти херовина открываться и там фары должно стоять здесь такого нету да чё с камерой то блять вроде бы все нормально с камерой было кстати вот так вот можно поводить даже нихера всем вот что-то похожее знаете было давным-давно тогда по моему из flat out а второго тачку тогда кто-то свинтил и в общем у меня был на нее обзор но тогда она говнецо было то есть сделали ее и конверт плохой и короче там геморроя очень много кстати да мы можем заглянуть и убедиться в том что двигателя здесь нету вот не и детализация в салоне знаете она хорошая науч хорошие вот потому что его откуда-то с конверт или всю дорогу откуда-то что-то спирают и потом рассказывают что якобы это их это они неимоверно много сделали усилий вот по сути конечно здесь ничего такого нету есть у нас три точки четыре точки зацепа спереди сзади и по бокам вот кстати заведись заводится и работает как обычный уазик то есть в этом нету ничего такого работает как уазик обычный добрый милый уазик выполнять ничего не выполняет то есть раньше если знаете конвертили то делали хотя бы двери открывались там капот багажник открывался а сейчас вообще ничего не делают это знаете это самые ленивые конверты вот сейчас пошли потому что и я думаю у мандоделов даже уже руки опустились потому что процветание этой игре ничего уже не добавит и они доходят видимо до этих людей потихоньку но я естественно продолжаю обзоры по ней надо же сзади какие-то пупырки горят не вижу я хочу это горит то подожди стопы чё горит то она снизу какие-то фонари есть вот они по ходу и горят стоп сигналов и а естественно они смотри работает 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 стоп сигналов стоп сигналы есть и они функционируют не кстати пашки на месте нету в машине мы сегодня без него я думаю справимся а донов естественно никаких нету опять же ну хрень полная есть зато полный привод и дифференциал это просто знаете за просто шедевр шедевр какой-то фильм был не помню уже вот на этой тачке фильм достаточно старый я не помню его хоть я и сам старый в принципе но не помню блок работает пары работают все работает мы едем под водой не получаем никакого урона это гениально знаете нет урон пошел один пятерка была видел но у нее бак на три тысячи литров интересно куда этот бак установлен все меня всегда интересовало куда он установлен 15000 ущерба можно может ей может ей грязь себя проходит сквозь кабину это ничего страшного то есть в этой игре возможно все даже здесь невозможное если есть что-то невозможное то в этой игре возможно все просто игра от бога так но проезжает без проблем я думаю что ее можно использовать как принципе подводную лодку и также она ездит очень хорошо и меня сейчас будут утверждать мне в комментариях что ее можно использовать кстати грязь неплохо налипает что ее можно использовать как для машину для разведки ребят машин для разведки вагон хороших машин для разведки это я не считаю что рациональная замена хорошая как машину для разведки но это у кого наверное мозг отсутствует напрочь вот тому для разведки нужен додж у тех кто немножко соображает хотя бы то я думаю что они понимают о чем я сейчас говорю а мы с тобой поехали кстати ты заметил сколько у нее расход у нее расход просто дичайший у нее расход 81 литр в минуту она жрет больше камаза и уралов и всех вместе взятых сразу давай мать твою байлин коревенка заехал поехали так подожди надо ее отремонтить потому что у нас гудрониум гудрониум заволок абсолютно все перезагрузить обновить перезагрузить состояние состояние нестояние поехали обновили тачку и поехали дальше как таковой при при знаете пригодность данного автопрома она равняется нулю в грязи этот шлак он вообще никогда не пригодится я не думаю что он когда-то будет актуален но опять же многие наверное со мной не согласятся вот я хочу здесь вот быстренько прокатиться сейчас что-то полный привод рубай а если вот так вот сразу она плохо и так хорошо на автомате поем тогда давай ей очень плохо управлять кстати очень плохо управлять хоть ты врубаешь и дифференциалы полный привод и все равно упху правление говнецо еще то это знаете я бы даже не отнес это к шлак шлаку недели по одной простой причине то что это даже к нему то не не приклеить никак то есть в принципе модель хороша анимация сделана подвеска качается точнее качаются то колеса то есть а подвески там в принципе никакой нету она отсутствует там напрочь есть колеса он видал колеса качаются больше ничего не качается но я говорю это говно вообще ужасно давайте наверно сделаем ход конем уже и не будем мучить ни себя не этот чудный аппарат потому что это говно а говно должно быть говно должно плавать она автоматом перевернулась прикинь туда и дорога с вами был карабаш 74 ссылка извините ссылка есть в описании под видео на данный аппарат подписывайтесь на канал и на twitch подписывайтесь обязательно потому что все стримы индивидуально они проходят там то есть на ю тубе некоторые только будут появляться но не все подписывайтесь нажимайте лайк если понравилось видео и всем удачи всем пока